Ролик создан при поддержке сервиса Дота Доктор. Устал играть в одиночестве? Рандомы постоянно оказываются раками? Тогда регистрируйся в пару кликов на сайте Дота Доктор и ищи нормальных тиммейтов. В данный момент сервис заканчивает подготовку к открытию, и у тебя есть шанс оказаться в числе первых пользователей. Переходи по ссылке из описания. Всем привет! С вами Игорь Линк, и это новый 27-й выпуск репортажей со дна. А это значит, что в ближайшие несколько минут вы увидите самые сочные фейлы из тех, что нам присылали за последнюю неделю. Ну и без лишних слов, приятного просмотра! Ну и первый фейл у нас про Вайда, и как ни странно, в этот раз зафейлиться не Войд. Вот у него спускают практически все сплы, у него остается где-то 30 хп, и тут он просто бешено начинает нарезать, при том, что у него урон с руки 170, что в общем-то достаточно немного, и возникает вопрос, откуда такой адский дамаг и адхил? У него было 50 хп, а в итоге у него практически полное хп и ультра килл. А для того, чтобы понять это, давайте посмотрим, чем все это время занимался Бладсикер. А вот же он дал первый скилл на Войда, перед тем, как тот подставил купол. А это значит, что Войд наносил на 40% больше урона, а также хилился на 25% от полного здоровья каждого убитого героя. Возникает, наверное, один вопрос. Бладсикер, ты вообще за кого играешь? И неужели ты думал, что твои тиммейты не смогут убить Войда, когда у него оставалось 30 хп и без твоей первой обилки? Я думаю, что после этой игры Войд тебя закоммендит, чтобы это хоть как-то сбалансировало 4 репорта, которые ты получишь от своих. Но предательство Бладсикера просто ничто по сравнению с тем, что сейчас делает Шейкер. Спектра дерется под фонтаном Ти, не пытается отойти, но Шейкер с криком ни шагу назад ставит прекраснейшую фиссуру, а потом еще и сам следом отправляется за Спектрой. Конечно, хороший вопрос, как можно было настолько неудачно дать фиссуру, и главное, зачем? Но есть еще один не менее интересный вопрос. Почему после того, как Шейкер начинает бить фонтан, он даже не пытается отойти? Может быть, это чувство вины за неудачную фиссуру, и он таким образом решил наказать себя, или же он просто сидел и сжал над тем, как он только что подставил Спектру, и даже не заметил, что его фонтан бьет? В любом случае, по интенсивности пингования, я думаю, что Спектра была не очень довольна поступком Шейкера. Ну а здесь Спектра с Блэйдмейлом решает проучить незадачливого Лича, который накидал кучу чайников на Эншентов. Дождавшись, когда Лич возродится, она включает Блэйдмейл, подходит поближе к Эншентам, и Лич отправляется обратно в Таверну, даже не успев выйти из нее. Но немного не рассчитав, Спектра и сама отправляется туда же. Но, знаете, несмотря на то, что она отдалась, я все же думаю, что оно того стоило. Просто представьте себе Лича в этот момент. После 40 секунд ожидания, вы, наконец, возрождаетесь, еще даже не успеваете развернуть игру после того, как смотрели картинки ВКонтакте, как сразу же получаете просто кучу урона непонятно откуда и отправляетесь ждать еще 40 секунд. Я думаю, что даже то, что он убил Спектру, не сильно его обрадовало после такого. Ну а следующий Фейн начинается с того, что Медуза, которая не знает, что после того, как Аегис заканчивается, включается Регенка, решает убить сапфонтан, чтобы потом возродиться с полной маной и здоровьем. Но Пугна был не в курсе ее планов и кидает на нее Декрепифай, после чего ее не может бить фонтан, именно в этот момент заканчивается Аегис. Как вы понимаете, если бы Пугна не пришел со своим Декрепифаем, то фонтан быстро бы ее убил, и она бы просто мгновенно возродилась. Но Пугна кинул Декрепифай ровно за секунду до того, как исчез Аегис, и как только Декрепифай закончился, даже то, что он начал перекачивать в Медузу свое здоровье, ни капли ей не помогло. Ну, то есть, может, каплю, конечно, и помогло, но в итоге она все равно сдохла. Пугна просто прямо как Бладсикер и Шейкер из этого выпуска, они все хотели сделать лучше, ну, кроме Шейкера, этот реально, может быть, хотел подставить Спектру. Но в итоге все трое просто подставили своих тиммейтов. Пугна это, конечно, не Бладсикер, который помог сделать врагу ультракин, но, тем не менее, тоже забавно, особенно учитывая тайминг. Ну, а для того, чтобы полностью оценить следующий фейл, нужно понимать, в насколько драматичной ситуации он происходит. Идет 108-ая минута игры, против Террорблейда уже идут мега-крепы, но для того, чтобы самому сделать мега-крипов, ему нужно снести всего лишь два барака. Именно это он и пытается сейчас сделать, пропушив линию, отходит в сторонку, чтобы сьюзать манту, и, заюзав ее, он оказывается в деревьях. И тут же без проблем его убивает Вивер. Наверное, более неудачного места для того, чтобы сьюзать манту здесь просто не было. И, естественно, после того, как все это произошло, Вивер и Бристалл просто пошли и допушили их трон. Просто представьте себе, насколько было обидно Террорблейду всю катку стараться тащить, доиграть до 109-ой минуты, практически выиграть. Осталось-то снести всего два барака у врагов. Там даже Тауэра уже не было, просто приходи и бей бараки. Но в итоге он использует манту и оказывается в ловушке. Я думал, он даже предположить не мог, что использование манты может быть настолько опасно для жизни. И в итоге Виверу достается супер-эзи килл, а Террорблейд и его команда терпят просто досаднейшее поражение. Если честно, мне его даже жалко немного. Ну и на этом сегодняшняя пачка фейлов подошла к концу. Надеюсь, вы приятно провели эти несколько минут и отблагодарите меня лайком на ютубе. Ну а если вы хотите, чтобы в следующем выпуске было больше фейлов, то не поленитесь присылать свои. О том, как это сделать, вы можете увидеть прямо сейчас на экране, а также в описании к видео на ютуб. Ну и большое спасибо всем, кто присылал фейлы для этого выпуска, даже если они в него не попали. Ну и напоследок предлагаю вам заценить новое шоу на нашем втором канале про фейлы из Counter-Strike. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами был Игорь Линк. До встречи на дне примерно через неделю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...